Всем привет, друзья! Это Александр Савков и тема сегодняшнего видео «Когда заработает ТикТок в России в 2022 году? Будет ли разблокировка?» ТикТок официально не заявлял об окончательном уходе из России, однако деятельность приложения частично приостановлена для всех российских пользователей. Именно поэтому возникает вопрос о том, когда заработает ТикТок в России в 2022 году. Причины и особенности блокировки ТикТока ТикТок, в отличие от остальных соцсетей в России, не был напрямую заблокирован Роскобнадзором за нарушение российского законодательства. Эта соцсеть самостоятельно приостановила работу в следующей форме. Российским пользователям стало недоступно. Публикация нового видео, введение прямых эфиров, новых трансляций. Руководство социальной сети приняло такое решение из-за введения нового закона о фейках. Федеральный закон от 18.03.2019 номер 31ф3 об изменении в статью 15.3 Федерального закона об информации информационных технологий и о защите информации. Именно из-за нарушения этого закона руководство ТикТока могло выплачивать большие штрафы и нести ответственность за публикацию пользователей. Огромный поток коротких видео не позволяет моделировать каждый из них. Именно поэтому риск быть привлеченным к ответственности за фейк значительно вырос. Российских тиктокеров с первого дня ограничения волнует вопрос, какого числа ТикТок начнет работать нормально. Однако ограничения сохранились и по сей день. Не все понимают, куда обратиться и что сделать, чтобы ТикТок заработал. Некоторые пользователи обходят блокировку. Главная ее цель – изменить геолокацию искусственным путем. Это позволяет ввести в заблуждение систему распознавания местонахождения пользователей и получить доступ к публикациям нового видео. Существуют способы, которые часто применяются пользователями для обхода блокировки и по отзывам неплохо справляются. Первый способ. Установка ТикТок Лайт. По отзывам пользователей, установка этой версии приложения, выгрузка нового видео пока доступна. Однако ограничения налагаются быстро и внезапно, поэтому гарантии длительной работы нет. Способ номер два. Использование VPN. Существуют специальные программы, позволяющие использовать сервер другой страны. Для использования такого сервера достаточно скачать приложение, включить его и выбрать страну подключения. Способ подходит как для смартфонов, так и для браузера на компьютере. Приобретение иностранной сим-карты. В этом случае можно выходить в интернет через Wi-Fi, чтобы было дешевле. Судя по отзывам пользователей, этот способ позволяет беспрепятственно выкладывать в ТикТок новые ролики. Способ номер четыре. Запись экрана. В конце записи ролика нужно нажать не опубликовать видео, а запись экрана. После того, как запись сделана, сохраняем ее. Войти в ТикТок через браузер, включить VPN и загрузить видео в соцсеть. Некоторые пользователи удаляют аккаунт в Google Play, затем создают новые, выбирая другую страну. Другие сбрасывают настройки телефона до заводских и заново устанавливают приложение. Создают ученую запись, выбирая не Россию, а любую другую страну в настройках. Такие способы работают не всегда и могут создавать проблемы с сохранением личных данных. Именно поэтому их использовать рискованно. Представители российских властей гарантировали, что не будут преследовать тех пользователей, которые обходят блокировки соцсетей. Это позволяет пользователям самостоятельно решать, использовать ли обход блокировки или нет. Какие способы использовать и как часто. Когда снимут ограничения. Сегодня нельзя точно сказать, когда снимут ограничения в ТикТоке в Российской Федерации в мае или в июне 2022 года. Возможно, это произойдет гораздо позже. Это напрямую зависит от политических решений, обстановки в стране и в мире. Будет ли работать ТикТок в России напрямую зависит от нескольких факторов. Политика российских властей, их позиция по отношению к соцсетям. Разработка руководством социальной сети инструментов, которые могли бы отсеивать публикации, являющиеся фейками. Не вселяет надежду на полное возобновление работы ТикТока тот факт, что активно создаются российские аналоги. Это говорит о попытке заменить иностранные приложения российскими и окончательно вытеснить его с рынка. Некоторые пользователи уже перешли на аналогичные сети, а другие не признают их заменой ТикТоку. Оценивая сегодняшнюю ситуацию, можно сделать вывод о нескором снятии запретов для российских пользователей в социальной сети ТикТок. Непонятно, разблокируют ли ТикТок в России в 2022 году после санкции. Неопределенность усиливается на фоне общей обстановки. Блокировка соцсетей Роскубнадзором сдерживает работу остальных и создает для них неблагоприятную среду для работы. Для вас статью читал Александр Савков, если получилось норм, ставим лайк, если получилось говно, пишем в комментариях, что не понравилось.